Хорошо, поехали. Меня зовут Айрат Изумайлов, я директор по развитию UDS, и сегодня я буду вас знакомить с последними обновлениями BackOffice. То есть это не только с последнего релиза, но и вообще уже произошло довольно несколько релизов, и хотелось бы все рассказать, что там появилось нового и как это все работает. Хорошо, поехали. Первое. У нас появилась кнопка «Продлить в долг». Что это за кнопка такая? Вы можете в разделе «Клиенты UDS», здесь на картинке показано, куда в какой раздел заходить и где что нажимать. Переходим в раздел «Клиенты UDS», и если у клиента заканчивается подписка, за 7 дней до окончания подписки у клиента появляется эта кнопка «Продлить в долг». Она продлевает подписку на 5 дней, но в долг. Что это такое? Это по-другому называется овердрафт. Ну то есть, например, у клиента заканчивается подписка, возьмем сегодня, например, 21 мая. Сегодня 19 мая, 21 мая. И клиент вам говорит, я оплачиваю по расчетному счету, и к сожалению, ну вот сейчас тем более, выходные дни будут, и понятно, что в выходные дни оплаты по расчетному счету проходить не будут. Потому что не работают банки. И клиент говорит, я оплачиваю по расчетному счету. И чтобы клиент в выходной день не отключался от UDS, и нормально его клиенты и наши пользователи пользовались сервисом, вы можете нажать, вы говорите, никаких проблем, я тебе сейчас продлю подписку в долг. То есть, у него подписка, например, до 20 мая. 19 мая вы нажимаете «Продлить в долг». У него продлится на 5 дней. Подписка будет до 26 мая. И, например, 22 мая он оплачивает по расчетному счету, то есть в понедельник он оплачивает по расчетному счету. И итоговая его подписка будет также до 20 июня. То есть, вот эти дни, они как бы при оплате, они отнимаются. То есть, вот эти 5 дней или 4 дня, используемые в долг, они отнимаются. Я надеюсь, здесь понятно, это такой, знаете, доверительный платеж. Мы все, может быть, отчасти им пользовались когда-то в сотовой связи, условно говоря. То есть, сейчас продление в долг работает на тарифе покупка, то есть, если у клиента купленные лицензии, и когда у клиента лайт. Продлить в долг, пока нету этой кнопки на аренде и нету этой кнопки на рассрочке. Там технически есть момент, что на этих тарифах просто было сложнее делать. Но в следующем обновлении, вероятнее всего, эта кнопка «Продлить в долг» в том числе появится и на аренде, и на рассрочке. Поэтому вы уже сможете на всех тарифах клиентов продлевать в долг, если это необходимо. Это, как я уже рассказывал, это иногда необходимо, когда клиент не может вовремя оплатить подписку по каким-то там причинам. Хорошо, идем дальше. Если есть какие-то вопросы, напоминаю, пишите, я буду там поточнее раскрывать. Следующий момент – это активировать без оплаты. Например, вы завели клиента на триал, он прошел модерацию, и вы с клиентом произвели какой-то взаиморасчет сами. Например, продали лицензию со своего расчетного счета, произвели взаиморасчет со своего расчетного счета или каким-то другим образом. Вы можете просто без оплаты клиенту передать лицензию, и у него будет купленный тариф. Можно активировать без оплаты, например, с аренды без оплаты активировать, с лайта активировать без оплаты. Ну, например, клиент пользовался месяц арендой, и он говорит, все, я готов выкупать у тебя лицензию. И вы говорите ему, давай мы с тобой произведем взаиморасчет, и я тебе просто передам лицензию. Это можно сделать технически. Также переходим в раздел клиенты UDS и нажимаем кнопку «Выдать свою лицензию». И все, и вы отдаете ему лицензию, у клиента появится тариф «Покупка», и он дальше будет платить 30 уе в месяц. У вас отнимается одна лицензия, как будто вы ее продали. Просто, как будто вы ее продали, просто не происходило движение денег в системе. Так, есть вопрос. Вознаграждение при оплате в долг партнеру приходит в какой момент? Оно приходит, если уже… Смотрите, давайте возьмем снова кейс. У клиента подписка заканчивается завтра, до 20 мая. И вы ему нажимаете «Продлить в долг». И, например, 22 мая, то есть у него уже все залезло в долг, и 22 мая, когда уже все в долгу, условно говоря, он оплачивает подписку. Вам вознаграждение придет сразу, потому что уже перевод в долгу, и как только оплатит, вам приходит вознаграждение сразу. Возьмем другой кейс. У клиента подписка до 23 мая. И, например, 20 мая, ой, 21 мая, то есть подписка до 22 мая, например, до 23 мая. И, например, 20 мая он уже оплатил. То есть период в долг еще не активировался, а он уже оплатил. То есть ему этот долг и не нужен был. Тогда вознаграждение вам придет 22 мая. Потому что вознаграждение, общее есть правило такое в системе, вознаграждение приходит в момент активации оплаченного тарифа. Вот здесь еще раз. Вознаграждение приходит в момент активации оплаченного тарифа. Например, у вас до 25 мая подписка, и вы, например, сегодня оплачиваете аренду, продлеваете аренду. У вас подписка становится до 25 июня. Вознаграждение придет 25 мая за июнь. Вот как бы за оплаченный следующий период, когда он как раз активируется. Хорошо. Я надеюсь, здесь вопросов нет. Можно выдавать свою лицензию, просто отдавать. И я думаю, вы этой кнопкой пользовались. Просто еще раз напоминаю, потому что мы заметили, в технической поддержке некоторые неправильно активируют лицензию без оплаты. Некоторые идут в раздел лицензии UDS, и там нажимают кнопку активировать клиенту без оплаты. Если вы идете через раздел лицензии UDS, и там нажимаете кнопку активировать без оплаты, и там генерируется ссылка, там пишется клиенту, отправлена ссылка на почту. Это только в том случае, если клиент вообще не зарегистрирован в системе. То есть вы заводите нового клиента. Мы в дальнейшем технически этот момент доработаем, чтобы все-таки система сама автоматически все определяла. Но на текущий момент, если вы идете через лицензию UDS, то это заведение совершенно нового клиента. Его в системе не существовало. А идете в клиенты UDS, если у клиента есть хотя бы какой-то тариф. Например, триал. Завели клиента на триал, ему надо отдать лицензию. Это всегда идет через раздел клиента UDS. Я надеюсь, не запутал вас. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Хорошо, идем дальше. Продление с баланса и посылки. Теперь иногда клиенты не совсем понимают, куда заходить, чтобы заплатить. Ну, активировать себе тариф. Поэтому для упрощения процесса вы можете клиенту написать. Я тебе сейчас пришлю ссылку, по ней надо будет оплатить и у тебя активируется тариф. Что для этого нужно сделать? Надо зайти в раздел клиента UDS, найти этого клиента и нажать ему кнопку сгенерировать ссылку на оплату в UDS бизнес. У вас откроется вот такое окошко. То есть, если клиент на триал, то у него откроется окошко вот такое. То есть, типа, какую ссылку ему сгенерировать? На продажу или на рассрочку или на аренду или на лайт. То есть, у триала всегда много вариаций, куда клиент может пойти. В случае, например, если клиент уже пользуется, например, арендой, то ссылка будет на продление. Типа, отправить ссылку клиенту на продление подписки, потому что он уже на аренде. Если клиент там на лайте, то тоже ссылка на продление. В случае триала, так как много вариаций, какой тариф может выбрать клиент, там, понятно, побольше кнопок. Идем дальше. То есть, еще раз напоминаю, заходим в раздел клиента UDS и нажимаем кнопку сгенерировать ссылку на оплату в UDS бизнес. Заметьте, здесь также есть продлить баланс. То есть, если вы за клиента хотите оплатить своим партнерским балансом, то эта кнопка также там есть. Нажимаете, и у вас там списывается, например, 100 UES баланса, и у клиента продлевается аренда. Идем дальше. Платные филиалы. Это появилось относительно недавно, что теперь мы автоматизировали оплату за филиалы и начисление вознаграждения за филиалы. Теперь это работает совершенно так же по аналогии с товарами. То есть, клиент может расширять прайс. Например, ему надо 500 товаров или 1000 товаров давать в систему, а по умолчанию 300. Можно добавить в базовый тариф, он расширяет и, соответственно, добавляет больше тарифов. Больше товаров. С филиалами такая же история. Мы просто взяли ту же самую механику и применили ее к филиалам. То есть, клиент заходит в личный кабинет в UDS бизнес, и у него, например, 10 филиалов или, например, 8 филиалов. Давайте возьмем 8 филиалов. Три филиала даются, как бы, условно, бесплатно. Они, как бы, входят в про-тариф, а клиенту надо 8 филиалов. Поэтому он заходит в дополнительные услуги и выбирает тариф плюс 5 филиалов. То есть, 3 плюс 5. Итого будет 8. У него ежемесячно, не ежемесячно, а ежесуточно, каждый день, у него будет списываться какая-то сумма, 0,7 уе в день с баланса. То есть, клиенту надо просто пополнять баланс, и у него с баланса автоматически деньги списываются каждый день за этот тариф. А партнеру вознаграждение начисляется 2 раза в месяц. 1 и 15 числа каждого месяца. То есть, у клиента ежедневно списываются деньги, они копятся, и 1 числа они выплачиваются партнером. Потом опять копятся, 15 числа выплачиваются партнером. А почему за филиалы оплата посуточная? Потому что использована механика такая же, как и за товары. Почему была разработана такая механика? Потому что мы изначально думали делать ежемесячно, но там столько разных кейсов, там столько разных сценариев, что это бы приводило просто к непониманию, к ошибкам техническим и так далее. Поэтому мы использовали такой, можно сказать, и технический попроще это, и самое главное, что там кейсов меньше. То есть, например, у вас подписка лицензии UDS до 15 мая, и вы 14 мая продалеваете филиалы, как будто тоже должны заплатить за месяц, или должны заплатить за один день. Вот таких вопросов там полно. Поэтому мы просто взяли вот то, что за товары было, типичный сценарий, применили их к филиалу. Поэтому и получилось это запустить побыстрее, в том числе. Хорошо. Если есть вопросы, напоминаю, пишите. Спасибо за вопросы. Статус нет транзакции. Вот это очень важная, классная задача. Здесь особое внимание необходимо обратить. Зачем вообще нужен этот статус? Я думаю, вы в принципе уже знаете, но как бы сообщу. В разделе клиента UDS добавилась колонка нет транзакций. Что этот маркер означает? Это означает, что у клиента в течение трех дней не было ни одной транзакции по UDS. Это значит, что компания не работает с UDS. Это значит, что вероятнее всего, компания, которая не работает с UDS, она отвалится. То есть, она перестанет пользоваться сервисом. И вот эта кнопка, она как бы вам, партнеры, показывает, что надо связаться с клиентом. Что-то не так. Он может быть, у него какие-то там вопросы с персоналом. Не может их обучить, надо подсказать. Либо может какой-то там момент, он вообще не знает, что делать. Либо ему нужна просто мотивация. Сказать, слушай, я вижу, у тебя что-то не идет. Ну, просто транзакции. Надо понимать, что мы всегда повторяем, что транзакции – это основа работы UDS. Вообще секрет успеха работы UDS, он очень прост. Если у компании проходит минимум 50% транзакций по UDS, ну, например, к вам в бизнес-магазин зашло 100 человек. Если хотя бы 50% провели оплату по UDS, то вероятнее всего по UDS будет все круто у клиента. То есть, почему транзакции так важны? Почему для нас это самая главная метрика? Потому что есть транзакции, есть клиентская база. То есть, у нас транзакции копятся клиентской базы у клиента. Есть транзакции, есть обратная связь. Если есть клиентская база, которая появилась из транзакции, можно поработать на рекомендации. Есть кому раздать сертификаты, можно кому-то отправить пуш-ведомления и так далее. Копится статистика аналитиков. Можно поздравить с днем рождения. Основа основ – это транзакции. Поэтому мы в бэк-офисе добавили этот статус, чтобы вы как партнеры могли вовремя среагировать на то, что у клиента нет транзакций. И так, ответил на вопрос. И что нет транзакций, связаться с клиентом и как-то этот вопрос оперативно решить, пока клиент там не разочаровался, у него ничего не работает, и так далее, вовремя с этим сработать. Так, идем дальше. Здесь важный момент, что нет транзакций, статус отображается в бэк-офисе и отображается еще в телеграм-боте. То есть в бэк-офисе вы можете нажать кнопку, и надеюсь, вы это уже сделали, рекомендую каждому, надо подписаться на телеграм-бот, который вам будет сообщать оперативно изменения в бэк-офисе. Например, закончилась подписка, закончился годовой контракт, закончилась квалификация, например, отсутствует квалификация, какой-то клиент не платит обонку, у какого-то клиента заканчивается обонт-плата, и в том числе туда же придет статус, что у какого-то клиента, какой-то клиент перестал проводить транзакции. Например, в данном случае там компания «Весна» перестала проводить транзакции. Связываемся с компанией «Весна» и говорим, слушай, вижу, что у тебя нет транзакций, мне пришло уведомление, скажи, пожалуйста, почему у тебя не идет работа с UDES? Хорошо, есть уже вопросы. Если платы только в выходные, будни собирают заказы, тогда все ок? Не совсем, Ольга не совсем понял вопрос. Это относится к транзакциям, вот про то, что я сейчас рассказываю, или относится к предыдущей теме, к филиалам? Или все же ориентироваться на взятие предоплаты и стремиться к ежедневным оплатам? Ну, вообще, да, транзакции. Да, конечно, необходимо стремиться к ежедневным оплатам. То есть мы, вот если брать нашу целевую аудиторию наших клиентов, а кто у нас целевая аудитория? Это хорика, ну там ресторанный бизнес, там кофе, бары, рестораны и так далее. Второе, салоны красоты, спа-центры и так далее, и розница, одежда магазины, продуктовые магазины и так далее. Ну, там, понятно, есть автомойки, автосервис и так далее. У них же оплаты, как в бизнесе, происходят каждый день. То есть это наша целевая аудитория. И изменения в бэк-офисе, в том числе вот про историю транзакций, мы сделали, исходя из этих бизнесов. Поэтому транзакции должны быть ежедневные. Ежедневные стабильные транзакции. В случае же вашем, Оля, какой-то, наверное, может быть другой бизнес, который не относится к нашей целевой аудитории, и, ну, там, не знаю, какие-то другие правила. Но все-таки мы фокусируемся, как компания, ну, в том числе и бэк-офис, он фокусируется на нашей целевой аудитории. Через сколько по времени приходят такие сообщения после остановки проведения транзакций? Как только этот статус активируется, сообщение отправляется сразу. Ну, например, вот ровно три дня клиент не проводит транзакции, и ровно в это мгновение отправляется, сервер отправляется сообщение. Если вы не подписались в Telegram-бот, обязательно, пожалуйста, это сделайте. У вас там такая большая кнопка, есть такое, там есть UDSQ, желтая кнопка, а нижняя синяя кнопка, если вы еще не подписались, обязательно это сделайте. Если это необходимо. Хорошо. Еще что появилось. Опять идем, в основном, последнее обновление, они все касались раздела клиента UDS. Потому что надо клиенты для нас основа бизнеса. И заходим в раздел клиента UDS, и нажимаем на имя клиента. У вас откроется такое окошко, где можно внести дополнительную контактную информацию. Пожалуйста, ее вносите. Зачем она нужна? Например, не всегда собственник принимает решение о работе с UDS. Иногда это может управляющий быть. Ну, то есть, например, собственник как бы не особо там в курсе, что как в бизнесе происходит, но управляющий полностью ведет вопрос по UDS. Или, например, бухгалтер, который проводит оплату по расчетам счета. Вот эти контакты, пожалуйста, вносите. Во-первых, они вам нужны будут, чтобы вы понимали, ага, это такая, знаете, бэк-офис – это ваша CRM-система. Поведение ваших клиентов. Поэтому, как и в любой CRM-системе, в процессе работы B2B-бизнеса, ну, мы B2B-бизнес, мы вносим контакты ключевых людей. Вносите, потому что в дальнейшем мы будем все больше и больше автоматизировать работу с клиентами. Например, у нас есть в планах автоматизации выставления расчетных счетов, чтобы не надо было там саппорт писать, а выставлялись они автоматически. Ну, это еще такая работа в процессе, сроков тут никаких нет. Мы планируем это и работаем над этим. И когда вы внесете эту контактную информацию, мы будем понимать, кому отправлять расчетный счет автоматически. Например, там, бухгалтер, хоп, отправили расчетный счет. Понятно, что владельцу не надо его отправлять, если владелец, ну, как бы, у него вообще не в этом стоит задача, да, он там другими делами занимается. Поэтому ему отправлять счет на оплату по расчетному счету не всегда нужно. В большинстве случаев не нужно. Это надо отправлять сразу в бухгалтер. Поэтому вносите эту контактную информацию, пожалуйста, для себя, ну, и в том числе для нас, чтобы мы, когда все автоматизировали, мы понимали. И к тому же, третий момент важный, техническая наша поддержка будет понимать, с кем связаться. Она, условно говоря, у нас есть какой-то вопрос. И мы будем звонить не владельцу, а будем, например, звонить человеку, например, если вопрос по расчетным счетам, будем звонить бухгалтеру. Если вопрос по бизнес-процессу, там, по внедрению, будем звонить человеку, ЛПРу, кто принимает это решение. Потому что если у нас не будет контактной информации, мы будем звонить собственнику. И часто собственник вообще не в курсе, что происходит. И этот процесс удлиняется, и все становится сложнее. Собственник не понимает, зачем ему звонят. И так далее. Поэтому добавляйте, пожалуйста, контактную информацию. Это нам всем упростит работу. Ну, в том числе и вам. Да, особенно вам. Хорошо. Важный момент вот здесь. Мы в скором времени отключим отправку смс партнерам по статусу вашего бэк-офиса. То есть сейчас к вам приходят смски. Например, закончилась квалификация, закончилась подписка, закончился годовой контракт и так далее. В скором времени смски отключатся, потому что мы понимаем, есть более современные лучшие способы, например, Telegram-бот. И его подключить очень легко. Поэтому рекомендую подключиться к UDS-боту, чтобы о своем бэк-офисе знать оперативную информацию. Смс скоро не будет, поэтому у нас будет единственный, как бы один способ, главный способ общения с партнерами и сообщения статусов по бэк-офису. Именно это будет Telegram-бот. Пожалуйста, подпишитесь. Если у вас эта синяя кнопка горит, она присутствует, значит, Telegram-бот у вас не активирован. Чтобы его активировать, нажимаем на эту кнопку, откроется вот такое окошко и нажимаем кнопку «Включить». И там будет понятная инструкция, как ее включить. Как подключить бот, если несколько аккаунтов? Никак. Пока на текущий момент у нас функционал, он настроен как бы на один аккаунт, потому что 99% партнеров имеет у нас там один аккаунт. Мы будем думать над этим, как это сделать лучше. Хорошо? Мы подумаем, мы понимаем, что у многих партнеров несколько аккаунтов сразу и необходимо уведомление получать нескольких аккаунтов. Поставим себе в план работы о том, что как-то это настроить. Идем дальше. И уведомляем вас о том, что у нас появился еще один YouTube-канал. У нас есть два YouTube-канала официальных. Global Intellect Service, UDS Business, и появился третий новый YouTube-канал, который называется «Бизнес – это про деньги». У нас есть подкаст-канал «Бизнес – это про деньги», поэтому мы взяли такое же название и запустили новый канал «Бизнес – это про деньги». В новом YouTube-канале зачем мы его сделали, что это за канал такой? Это канал, который будет рассказывать все о маркетинге и бизнесе. То есть, если канал UDS Business, он рассказывает о UDS, то канал «Бизнес – это про деньги» будет рассказывать более широкий, не только про UDS, но и в более широком смысле вообще про маркетинг. Мы планируем общаться с экспертами на тему маркетинга. Мы будем общаться с предпринимателями. На текущий момент в этом канале четыре видео. Два интервью. Одно показано интересный кейс работы в роботизированной мойке. И четвертый – это был вебинар на тему «Вся правда о валет-картах». Тоже рекомендую посмотреть, потому что большинство предпринимателей действительно оказывается не в курсе того, как действительно валеты работают. Что там пушки урезаны, что там на iOS пушки по геопуше не приходят и так далее. Посмотрите, хорошее экспертное видео. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал. Вы можете отсканировать вот этот QR-код. Подписывайтесь. И вторая просьба – пожалуйста, комментируйте видео, ставьте лайки, потому что чем больше лайков, чем больше комментариев у видео, тем больше он продвигается и, соответственно, его большее количество людей смотрит. И это упрощает продвижение UDS и продвижение этого канала. Поэтому, вот, если вы еще не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Хорошо. Запись вебинара будет, поэтому можете сейчас, ну, рекомендую сейчас сразу отсканировать QR-код и нажать там кнопку подписаться. И можете в том числе туда поставить колокольчик. Кстати, там колокольчик, который вас будет уведомлять о новых видео на этом канале. Скоро там видео, мы планируем прям масштабные записи различных рилсов, записи интервью, записи других видеоматериалов, касающихся маркетинга. Поэтому все мы планируем в дальнейшем насыщать этот канал. В принципе, у меня все. Спасибо вам большое.